Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, умер своей смертью из-за кокаиновой зависимости. Такое заключение представил 24 марта расследовавший смерть британский коронер. Его выводы, как ожидалось, развеивают настойчивое подозрение об обстоятельствах кончины Назарбаева, которого нашли без сознания в Лондонском парке 16 августа прошлого года. Айсултан Назарбаев, второй сын Дориги Назарбаевой, старшей дочери бывшего президента Казахстана, рожденной в браке с Рахатом Алиевым. Бывший зят Назарбаева Алиев был найден мертвым в австрийской тюрьме в 2015 году, где ожидал суда по обвинению в похищении топ-менеджеров банка, который он контролировал. Власти Австрии назвали причиной смерти суицид, однако нанятые второй женой Алиева адвокаты полагают, что он был убит. Айсултан говорил, что после смерти отца пристрастился к наркотикам. Его публичные заявления с критикой в адрес властей и своих влиятельных родственников официальные лица в Нурсултане связывали с наркозависимостью. Айсултан Назарбаев, в частности, рассказывал в Фейсбуке о масштабной коррупции с участием членов семьи экс-президента, который обходится казахстанскому народу в миллиарды долларов, и ведвигал обвинения в адрес своих родных. Он утверждал, что у него есть доказательства серых схем продажи казахстанского газа. Рассказывал журналистам о некой магии и колдовстве, к которым, по его утверждению, прибегает мать. Он писал, что его мать всегда держала деда на крюке из-за того, что Айсултан на самом деле его сын, а не просто внук. Даурен Абаев, бывший тогда министром информации Казахстана, назвал выпады Айсултана фантазиями наркозависимого. В октябре 2019 года британский суд приговорил внука Назарбаева к условному сроку, признан виновным в нападении на лондонского констебля, и обязал пройти курс лечения от наркозависимости. Судя по материалам дела, в июне он проник в чужую квартиру в центре британской столицы, постирал там свои вещи и попытался ворваться в соседнюю квартиру. Он оказал сопротивление прибывшим на место полицейским, сильно укусив одного офицера за руку. В феврале прошлого года Айсултан заявил, что просит убежище в Великобритании. Инспектор полиции Крис Эверетт, выступавший на слушаниях 24 марта, сказал, что у Айсултана на момент смерти был дипломатический паспорт с деловой визой, а какие-либо документы о подаче прошения о политическом убежище отсутствовали. Дарига Назарбаева, бывший спикер Сената парламента, а сейчас член Мажелиса после смерти сына, призвала общественность проявить понимание и уважительное отношение к невосполнимой утрате. В январе этого года в документальном фильме «Штрихи к портрету. Личное», показанном в эфире государственного канала, Назарбаев сказал, «Мы потеряли одного внука, который был очень похож на меня. Очень сожалею об этом внуке, который так рано ушел. Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было. Он уже был раб этого дела, не мог остановиться». Редактор субтитров А.Семкин